Мы за зимний период стали вне закона, мы сейчас относимся к предкладбищенской территории. Наверное, аграрный реформатор Пётр Столыпин, чьё имя носит Садовое товарищество в Ивановке, был бы удивлён стремлением местной власти превратить огороды в кладбище. Сам Пётр Аркадьевич сто лет назад ратовал за передачу земель крестьянам и оказание им помощи в развитии своих подворий. А ныне на огороды и сады простых дачников надвигаются кладбищенские кресты. Получается, если брать 500 метров, как они нам говорят, это 500 метров как раз до арки ворота из центрального въезда, до поста охраны. После того, как два года назад жители села Ивановка подняли бунт против расширения кладбища на пахотные земли в сторону домов, глава БМР Александр Соловьёв заявил, мол, расширять будем в другую сторону, там есть место. И тут неожиданно оказалось, что это место – дачи. В любой момент, я так понимаю, что кладбище может двигаться на нас, и в соседних уже, скажем так, в границах с моим домом уже будут стоять кресты. Мне это не нужно. У меня есть питьевая вода, здесь, видите, газ, у нас прописки, улицы, то есть всё у нас по-человечему здесь всё сделали. И как так можно, что шесть лет назад здесь кладбища даже и в помине не было, пришло кладбище, и мы стали вне закона. Широкий участок санитарной зоны, что разделяло садовое товарищество и кладбище, теперь стал частью погоста. Но требования санитарной зоны никто не отменял. И сейчас в неё попадают дачи. Соседняя СНТ, узнав о таких изменениях, зимой быстренько оформила товарищество собственников недвижимости. И на их территорию требования не распространяются. А здесь председатель то ли не знал, то ли не хотел заморачиваться с переоформлением. И в итоге недостроенные дома оказались в подвешенном состоянии. Звонил земельный комитет, звонил в архитектурный отдел. Там мне дали один такой ответ, что да, вы можете строить садовые участки, то есть садовые домики можно строить. Но строительство жилых домов с пропиской запрещено. То есть это всё не будет оформляться. Вот люди, пожалуйста, они строят дом. У них дом уже полностью готов, только не закрытая крыша. Как так получилось, что теперь всё, он дом вне закона? Как получается так, что у нас вот дом строят, приватизированные дома? Привёз уже всё оборудование сюда, чтобы строить уже, продолжить строительство дома своего. А теперь получается, что я здесь уже не могу строить ничего. И теперь жители, которые строили дома и стали подключаться к сетям водоснабжения, начали получать отказы. Мол, в санитарной зоне кладбища никаких домов быть не должно. Мы писали письмо, которым мы просим дать все техническое обоснование, то есть на подключение. У нас уже половина у нас подключилась, а половины ещё нет. Хотя трубы мы всё провели, это наш водопровод. На подключение мы не дали ответ, что подключаться нельзя. Я говорю, обоснуйся. Обоснование звучит от руководителей водоканала. Это было давеча, а теперь еще так. Вы слова понимаете, вот это звучание, вот это руководство, вот эти слова-то. Это садовое товарищество находится в черте города. У тех, кто успел построить дома и получить прописку, в документах так и написано. Балакова улица такая-то. Посёлок развивался, люди строили планы на будущее, подводили коммуникации и мечтали, что скоро на каждом участке будут стоять дома. Но проведённый втихаря перевод земель разрушил все планы. А люди, не желающие жить рядом с кладбищем, теперь даже продать не смогут свои участки. Кому они будут нужны, если рядом кресты?